ДИЖКХ Куда складировать, так чтобы и экономически это было выгодно, и город был чистым, и местные жители не сильно волновались. Как раз жителей одной из улиц микрорайона Затон беспокоит снегоотвал, который располагается рядом с их домами. Как вообще определить, законно ли насыпают гору снега, как должен быть организован снегоотвал. Итак, Новосибирск, улица 2-я шоссейная, поехали. Новосибирск Фундамент у нас отсыревает, мы его подливали года три назад, потому что он прям трескается, вот постоянная плесень вокруг дома, ну вот прям видно. В этих заключениях местные жители винят снегоотвал, который располагается совсем недалеко от их домов. Утверждают, помимо воды еще и мусор остается. То, что везут сюда в кузовах самосвалов вместе со снегом. Грязные стоки идут в реку. Раньше здесь купались, теперь вряд ли кто-то полезет в мутную жижу возле берега. Также опасаются из-за состояния дороги. Улицу Большая отремонтировали не так давно и летом проезжая часть в воде. Такие вопросы нередки от жителей региона. Министерство природы Новосибирской области в ответ на них пояснило, какие требования предъявляются к снегоотвалам и куда обращаться, если они нарушаются. Как понять, законно ли организован снегоотвал? Санитарными нормами и правилами определено, что снег должен складироваться на площадях с водонепроницаемым покрытием и обвалованных сплошным земляным валом или вывозиться на снегоплавильные установки. Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых и спортивных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности ледяного упакового водоемов и водозаборных территориях, а также в радиусе 50 метров от источников нецентрализованного водоснабжения. Согласно пункту 4.3 правил благоустройства Новосибирска, на территории города площадки временного хранения снега определяет уполномоченное структурное подразделение мэрии и оборудует их подъездными путями, освещением, бытовыми помещениями, ограждениями. Пунктом 4.11 этих же правил запрещается размещение снега и льда в неустановленных местах. В случае сомнения в законности снегоотвала или есть признаки нарушения правил его размещения, нужно обращаться. В Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области при нарушении санитарных норм и правил, в местную администрацию, если нарушены правила благоустройства. В Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора в случае нахождения снегоотвала в водоохранной зоне рек, протекающих по территории нескольких субъектов Российской Федерации. В Управлении Россельхознадзора по Новосибирской области при загрязнении земель сельхозназначение. Минприроды региона, если снегоотвал, организован в водоохранной зоне рек, протекающих только по территории Новосибирской области. И немного отвлечемся от проблемы со снегоотвалом в Затоне. В этой части нашей программы мы рассказываем и показываем, как благоустроить свой дом. Сегодня устанавливаем унитаз. Какие хитрости у этой работы и доступна ли она домашнему мастеру? Настоящий специалист расскажет и покажет. Посмотрим. Сегодня мы будем устанавливать унитаз. Обычный напольный, ничего сложного. Мне понадобится ключ на 22, ключ на 10 и ключ с передвижным механизмом. Сам бачок с арматурой заранее установленный. Крепеж для установки бачка и крепеж для установки унитаза к полу. Арматуру заранее поставить нужно. Во-первых, для удобства. Во-вторых, тут есть крепление вот этой вот арматуры. Она вставляется вот в середину и прикручивается с нижней части бачка. Бачок, потом, когда бачок устанавливается и прикручивается, ты не сможешь этого просто-напросто сделать. Вот эту арматуру мы потом вставим в конце. Она просто быстросъемная и устанавливается потом. Достаем теперь нижнюю часть унитаза. Сейчас мы сначала разметим, прикрутим нижнюю часть унитаза, потом установим бачок и подключим благоснабжение канализации. Сейчас мы примерно выставим унитаз по размерам и прикрутим его к тумбе. Вот сюда вниз, между нижней частью и бачком ставим прокладку. Берем крепеж для бачка и устанавливаем. Сейчас мы устанавливаем арматуру и гофру. Арматура устанавливается, вставляется и поворачивается. Все на месте. Потом установим гофру, сняв заглушку с канализации. Ставим гофру в канализацию. И нанесу ее на бачке. Прикручиваем шелк к крану. Перед тем, как закрыть все верхней крышкой, мы сначала включим воду и все проверим, что все работало. Прикручиваем шелк к крантину. Дорожные службы региона перевели на круглосуточный режим работы. Это связано с противопаводковыми мероприятиями. В работах задействовано больше 400 единиц техники, бульдозеры, погрузчики, автокраны. Открыли и очистили свыше 7 тысяч водопропускных труб. Также заготовили щебень, песок, бутовый камень и 70 металлических и железобетонных труб. Они находятся на базах ДРСУ в каждом районе Новосибирской области. Жильцы многоэтажек в Зайльцовском районе шокированы ростом тарифов на содержание жилья. В платежках за февраль увидели суммы в разы большие, чем были ранее. За январь управляющие компании за содержание общедомового имущества заплатили по 16 рублей с квадратного метра. За февраль начислено по 30. Управляющая компания письменно сообщила жильцам, старые тарифы не покрывают расходов. В этом году мэрия Новосибирская разрешила назначить новые. Управляющая компания их и установила, так как собрание собственников по этому вопросу не набрало кворума. Многоквартирный дом в селе Новопичугово буквально вымок с началом весны. Вода с ветхой крыши протекла через два этажа. В квартирах сырость, плесень, отваливаются обои, штукатурка. Причем в соседних зданиях такой проблемы нет. Дому нужен капитальный ремонт. По графику его должны сделать в 2032 году. Сроки можно сдвинуть, но для этого жильцам необходимо за свой счет провести экспертизу. Доказать, что работы требуется провести как можно быстрее. Также с 1 сентября этого года вступают в силу поправки в жилищный кодекс. По ним в регионах должны провести новые обследования домов за счет бюджета. Тогда определят самые проблемные объекты и поставят в график в первую очередь. И вернемся к проблеме микрорайона Затон. Оказывается, снег сюда возят законно. По соглашению с мэрией, снеготвалом ведает коммерческая фирма. Ее представитель отказался говорить на камеру, однако пояснил. Работают уже несколько лет. Принимают снег не от дорожно-эксплуатационных учреждений, а от управляющих компаний. То есть из дворов. И он относительно чистый, без реагентов. Когда гора тает, мусор, конечно, остается. Но его собирают. Потом обстановку на объекте оценивают представители администрации Ленинского района Новосибирска. Мы вас приглашаем, чтобы вы убедились. И просим, чтобы вы наши контакты оставили жителям. Чтобы они с нами связались, инициативная группа. Мы пообщались, чтобы они сюда пришли, посмотрели. И, как говорится, мы понимаем озабоченность. И убедились, что здесь все нормально. И контакты какие? 913-002-03-73. Меня зовут Игорь Борисович. Пусть набирают. В любой момент договариваемся. Они могут, ну, пусть им, посмотрят. Что касается затопления дороги, представитель фирмы уверяет, это было позапрошлым летом. Вода пошла на асфальт в результате того, что кто-то перегородил протоку, который идет вдоль от вала. Сама гора снега огорожена земляным валом, и стойки с нее не могут попадать к домам. Корреспонденты УТС обязательно воспользуются приглашением представителей фирмы. В апреле вместе с жителями оценят, как развивается паводковая ситуация в Затоне. В эфире была программа ДИДЖКХ. С вами был Александр Сульдин. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин